Главный совет, как подготовиться к кризису. Плюс бонус, досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как получить бесплатные и полезные материалы по теме данного видео. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Уже не первый год нас пугает тем, что вот-вот в следующем году настанет кризис, который будет таким же глубоким, как в 2008 году. Поэтому в этом видео мы с вами обсудим, можно ли спрогнозировать кризис и, что более важно, как подготовиться к возможному будущему кризису. Начнем с первого вопроса, можно ли кризис спрогнозировать. Да, мы с вами видим красивые фильмы типа игры на понижение, где сразу несколько инвесторов спрогнозировали начало того самого ипотечного кризиса 2008 года, на этом очень плотно заработали. Но важно помнить, что кризис на то и кризис, что он происходит внезапно. При этом иногда он не происходит, когда, как говорится, все обошлось. В частности, в том же самом 2008 году главным триггером для падения рынка в ценных бумаг стало банкротство банка Lehman Brothers. Оно было объявлено в понедельник. Еще на выходных до этого самого понедельника было экстренное заседание представителей крупнейших банков США, Минфина США, Федеральной резервной системы США. И на этом экстренном заседании могли спасти банк Lehman Brothers, теоретически, по крайней мере. И кто знает, в этом случае могло и не произойти никакого кризиса. Если бы в США начали бы вливать деньги в экономику пораньше, не допустив крах Lehman Brothers, может быть, да, вот тот рост, который был в 2009, 2010, 2011 годах, он бы просто, да, смягчил падение 2008 года. Была бы какая-то небольшая рыночная коррекция. Там не в два раза рынок упал бы, а, скажем, процентов на 10 или 20. Поэтому важно понимать, что есть разные методы прогнозирования кризиса, но нет ни одного метода, который со стопроцентной точностью работал бы. В частности, сейчас очень популярна история про инверсию кривых доходностей облигаций в США и что это предвестник кризиса. Но и он не всегда прогнозировал кризис. В частности, были так называемые холостые срабатывания данного индикатора. То есть, была инверсия, но после этого кризиса не наступало. Поэтому мы не знаем, когда будет кризис, но учитывая, что рынки росли, по сути, с 2009 года, если мы говорим про рынок США, учитывая, что сейчас и рынок США обновил свой максимум всех времен на этой неделе, и российский рынок обновил свой максимум всех времен, то вполне может быть, что кризис таки произойдет, скажем, в следующем году или, может быть, чуть позже. То есть, шансы весьма высоки. Поэтому поговорим о том, что же важно в кризис. Что объединяет всех тех, кто разбогател благодаря кризису? Здесь речь идет и, например, о тех олигархах, кто в 90-х разбогател на скупке по дешевке заводов. Сюда можно отнести и тех, кто в США зарабатывал на кризисах. Они скупали дешево различные активы. Почему кто-то скупал дешево различные активы, а кто-то не скупал? Почему кто-то разбогател на кризисе, и их весьма мало, а большинство на кризисе потеряло? Потому что две причины. Во-первых, они понимали, что спады временно. То есть, когда идет массовая паника, когда что-то падает, кто-то так и думает, что так и будет все дальше падать, уйдет, не знаю, там куда-то в ноль, хотя очень странная такая точка зрения. Другие понимают, что рано или поздно рынки восстановятся долгосрочно. Рынки США и РФ, например, всегда после всех кризисов уходили еще выше. При этом в России статистика за 20 небольших лет. В США более чем за сотню лет после всех кризисов восстанавливались и уходили выше. А вторая причина в том, что у них были запасы денег для покупки дешевых активов. Вот это очень важно. У них были запасы денег. И отсюда главное правило. Нужно иметь запасы на момент, когда наступает кризис. То есть, чтобы дешево закупиться во время кризиса, когда все упало, нужно иметь ликвидные запасы. Запасы ликвидных активов. Что это означает? Это либо деньги, либо то, что можно быстро обменять на деньги. Здесь кто-то скажет, что вот в России обесценивались деньги в 90-е годы. И в общем-то, да, те, кто имел большие деньги на руках, они в итоге остались ни с чем. Но важно подчеркнуть, это не касается периодов, когда в стране, в экономике происходит гиперинфляция. Как, например, в 90-е годы. Здесь речь идет о ликвидных запасах стабильных валют. Например, с долларами в начале 90-х все было отлично. Тот, кто имел доллары в 90-х, как раз разбогатели, в том числе благодаря росту доллара. Поэтому речь идет о стабильных валютах. Не уверены в рубле. Доллары, доллар последние десятилетия очень-очень стабильен. Также речь идет о том, что можно быстро обменять на деньги. Например, ценные бумаги ликвидные можно быстро обменять на деньги. В Советском Союзе какие-то, ну скажем, джинсы можно было очень легко обменять на деньги. То есть о том, что востребовано о ликвидных активах. Это деньги или что-то, что можно быстро обменять на деньги. И тот, кто подходит к кризису с наибольшим количеством запасов, то есть ликвидных активов, тот обычно и зарабатывает, потому что, да, как говорится, все без штанов, а у него большие запасы, никто не готовился, а он готовился, и он скупает все по дешевке. Пример Баффет, как раз в 2008 году Баффет весьма неплохо заработал на кризисе, потому что у него был запас денег, на данный момент, на момент записи этого видео, специально перед видео уточнил информацию, у Баффета запас денег более 100 миллиардов долларов, более 100 миллиардов долларов компании Berkshire, то есть, в общем-то, наверное, не просто так, они не наращивают как-то сильно доли в тех или иных компаниях, то есть, видимо, наверное, что-то ожидается. Ну, может быть, конечно, они готовят какую-то крупную сделку, то есть, какие-то крупные покупки они готовят, но, с другой стороны, может быть, они просто копят деньги, ну, вот так вот, да, втихаря, как говорится, деньги копят, но важно глаз-до-глаз за этим всем держать. Что конкретно делаем? Избавляемся от кредитов. Когда наступает кризис, по кредитам будет намного сложнее платить, чем сейчас, поэтому, если есть какие-то кредиты и есть возможность их досрочно погасить, лучше погасить, чтобы не вы были кому-то должны, а вам были должны. Если какие-то новые кредиты вы планируете брать, то, может быть, стоит с ними повременить, особенно с долгосрочными. Да, сейчас пока все там более-менее нормально, ну, относительно, конечно, если речь идет о России, так и вот думается, что, там, возьму какой-нибудь кредит, ну, не обременительно по нему платить. Но, может что-то измениться, могут обстоятельства ухудшиться и будет платить намного сложнее, поэтому лучше не брать на себя каких-то долгосрочных обязательств, повременить с ними. И не торопиться с какими-то новыми покупками, особенно с крупными новыми покупками, потому что те же самые автомобили, это товар весьма неликвидный, автомобиль теряет часть своей стоимости сразу после того, как он куплен после первой поездки. То есть лучше отложить это и в таком ракурсе мыслить. Помните, что если вы на снижении купите ценные бумаги, они могут вырасти в будущем и существенно увеличить ваш капитал. Время 2009-2010 годов акции того же самого Сбербанка росли примерно в 6 раз от своих минимальных значений. Ну, окей, там, вы самое дно не поймали, но в 2-3 раза они вполне могли вырасти, если вы их купили в более-менее хорошее время. После падения 2014 года на политических событиях российский рынок в 2-3 раза вырос, отдельные акции росли тоже в 4-5 раз за последующие 2-3 года. То есть помните, что отказавшись сейчас от автомобиля, может быть вы эти деньги вложите во время кризиса, так что через 2-3 года это будет не один автомобиль, а 2, 3 или 4. И накапливаем ликвидные активы, еще раз подчеркну, ликвидные активы. Это деньги в банке, деньги на вкладах, деньги в валюте, деньги в ликвидных ценных бумагах. То есть то, что в случае чего вы сможете быстро изъять и купить на них какие-то подешевевшие активы, которые остальные будут в панике распродавать. Да, конечно не просто сказать, что вот давайте откажемся от автомобиля, от чего-то еще, не будем сейчас делать какие-то крупные покупки. Но помните, что сейчас еще нет кризиса и сейчас легче, чем во время кризиса откладывать деньги. В кризис будет сложнее, в кризис будет возможно намного сложнее и вот как раз лучше подстелить соломку сейчас, накапливая активы. Соответственно, главный совет при подготовке к кризису это накапливать ликвидные активы. Еще раз подчеркну, валюте, депозиты в банках, ликвидные ценные бумаги. То, что вы можете в любой момент взять, обменять на деньги или на какие-то другие активы. Ну а теперь тот самый обещанный бонус к данному видео. Это бесплатные материалы по теме инвестирования в ценные бумаги. На нашем сайте сделали в разделе «Наши сервисы» кнопочку «Бесплатная e-mail рассылка». Ссылочка будет продублирована под данным видео. Переходите сюда, видите вот такую ссылочку на получение бесплатных материалов. Переходите по ней и вот здесь есть окошко подписки. Вы сможете получить целую россыпь ссылок на полезный материал. Во-первых. Во-вторых, базовое руководство по акциям для новичка. Оно весьма длинное, бесплатно. Вы можете получить, подписавшись, оставив здесь свой e-mail. Туда придет в течение часа после подписки данная информация. Ссылку на эту страницу продублирую под видео. На этом благодарю вас за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успешных инвестиций.